1915 год оказался сложным для Антанты, в особенности из-за неудачной высадки в Галлиполе, где англо-французским силам не удалось прорвать фронт с Турцией. Россия же потерпела череду поражений на Восточном фронте, вследствие чего она отступила с территории царства Польского, Литвы, Западной Белоруси и завоеванной ею в 2014 году Галиции. Ценой больших потерь Российской империи удалось стабилизировать фронт. Зато на Кавказе русские смогли использовать переломную ситуацию 15-го года, начав наступление на ключевой город Закавказья – Эрзурум. К тому времени османы наращивали свою военную силу в этом регионе, потому русский штаб Кавказа и предпринял операцию по захвату этого важного города, опередив атаку Османской империи. Эрзурумская операция началась 12 января 1916 года, когда войска Николая Михайловича Воробьева и Федора Моисеевича Волошна-Петриченко атаковали турецкие части на направлении городу Кеприкею и в Пасинской долине. Османское командование ошибочно предположило, что в этой долине русские нанесли основной удар, поэтому турки бросили все силы туда. Воробьев же получил подкрепление и начал успешное наступление, выйдя в турецкий тыл в Пасинской долине. Турецкий фронт был прорван, однако продвижению русских мешали крайне тяжелые погодные условия в горах. Снежный буран наносил пехоте большой урон. В конечном итоге турки отступили к Эрзуруму, и русские, не давая им восстановить свои силы, и без промедления начали штурм этой стратегически важной крепости, Эрзурум располагал большим количеством фортов. Естественным барьером для армии России также служила труднопроходимая горная местность. Главком Кавказского фронта Николай Николаевич Юденич лично командовал подготовительными мероприятиями перед штурмом Эрзурума. В ночь на 12 февраля его армия внезапно атаковала турецкие укрепления. Северные форты крепости были взяты русскими, и под угрозой окружения и полного разгрома османы оставили Эрзурум, куда 16 февраля без боя вошли солдаты Кавказской армии. Теперь России был открыт путь вглубь Османской империи, а именно на Черноморскую крепость Трапезунд. Здесь уже 5 февраля линкор Ростислав обстрелял турецкие укрепления. При поддержке русской артиллерии линкора русский отраз застал врасплох многочисленные турецкие войска, потому последние отступили. К 14 апреля Трапезунд перешел под контроль России, а греческое и армянское население города встречало русских с ликованием. Закрепив свои позиции в Закавказье, теперь Россия могла обратить свое внимание на Восточный фронт. Во время конференции Антанты в городе Шантаи русские представили свой план совместных действий, разработанный Михаилом Васильевичем Алексеевым. Его идея заключалась в том, что страны Антанты в одно время должны были начать наступление на центральные державы и вывести из войны наиболее слабые их звенья – Австро-Венгрию, Болгарию и Османскую империю. Затем они смогли бы всеми силами обружиться на Германию. Но Англия, Франция и Италия не хотели начинать наступление, ссылаясь на истощенность своих армий. По итогам двух конференций в Шантии в декабре 1915 и марте 16-го годов союзники не смогли договориться о совместном наступлении, а лишь обозначили его необходимость. В конце февраля, согласно плану начальника немецкого генштаба Эрика фон Фалькенхайма, на западе началось одно из самых крупных сражений за всю историю – битва при Вердене. Чтобы отвлечь Германию от французского фронта, русские 18-го марта атаковали немецкие позиции у озера Нареч. В результате ожесточенных боев им удалось прорвать фронт на юге. Германское командование решило на время оставить попытки взятия Вердена и обратить все внимание на Восточный фронт, где в июне Алексей Алексеевич Брусилов начал свое массированное наступление на южном участке фронта. Его замысел заключался в том, чтобы атаковать противника широким фронтом, что дезориентировало бы его касательно основного направления удара России. Примечательно, что некоторые русские командующие вместе с самим Алексеевым изначально были против плана Брусилова, поскольку основной удар планировалось нанести на направлении городу Вильна. Но под угрозой своей отставки Брусилов таки добился своего. 4 июня русские начали обстрел вражеских позиций. Обладая численным преимуществом по всем показателям, брусиловским войскам удалось сломить оборонавстрийцев в Галиции. 11, 7 и 9 русские армии двигались соответственно к Злочеву, Станиславу и Коломые, тогда как 8 армия Алексея Максимовича Каледина достигла ощутимого успеха у Ковеля. 7 июня его армия заняла Луцк, в честь чего брусиловский прорыв также называют Луцким. Однако северняя группа армии под командованием Алексея Ермолаевича Эверта, вопреки просьбам Брусилова начать наступление, оттягивала его начало, чем воспользовались центральные державы. Перебросив Ковелю свежие войсковые подразделения, к концу июня они стабилизировали фронт, и русские в дальнейшем не смогли развить свой успех. Неудачей для России закончилась битва в Нарчопинской бухте 15 июня, где флотовой отряд особого назначения контр-адмирала Александра Васильевича Колчака не смог нанести существенный урон германскому флоту, и тот смог скрыться в нейтральных водах Швеции. 14 августа 1916 года на стороне Антанты войну вступила Румыния, которая желала получить от Австро-Венгрии регион Трансильвании, населенный этническими румынами. Однако, несмотря на огромный численный перевес, ее войска не смогли ничего сделать и быстро передали инициативу Австрии. Объединенные силы австрийцев, немцев и болгарцев быстро оккупировали южную часть Румынии. Российской империи пришлось выделить часть своей армии для защиты своего союзника. Однако, уже 6 декабря 1916 года Бухарест был захвачен центральными державами. Остатки румынской армии отошли к российской границе. Результаты кровопролитных сражений 1916 года для России весьма противоречивы. С одной стороны, ее войска смогли нанести сильный удар по австро-немецким и, в первую очередь, турецким силам. Но также она понесла огромные людские потери, а промышленность полностью перестроилась на военные нужды. Население, встретившее начало Великой войны с ликованием, теперь было недовольно падением уровня жизни и безработицей.